Доброе утро, дорогие друзья! Рада видеть вас у себя на канале! Начинаем с вами сегодня влог с самого утра с приготовления вкусного завтрака. Готовлю себе пару бутербродов. Обожаю вот такой вариант бутербродов с яйцом. Я беру пару ломтиков бородинского хлеба. Хлеб я предварительно обсушила на сковороде, чтобы была такая хрустящая корочка. Далее я обычно покрываю его творожным сыром, ну и любые ингредиенты. Сегодня у меня это помидорка. Еще можно добавить лист свежего салата или пекинскую капусту иногда добавляю. Далее я добавляю несколько ломтиков маринованного огурчика тоненьких. Можно заменить на свежий, тоже получается очень вкусно. И буквально несколько кусочков лук, но это, конечно же, по желанию. Ну а сверху выкладываем яйцо. Яйцо жарю всегда до такой степени, чтобы белок был полностью готов, желток сверху схватился, но внутри оставался жидкий. Это прямо моя самая любимая стадия приготовления яйца, чтобы разрезать желточек. И он растекся по этому бутерброду. Бутерброд был мега сочный и вкусный. В общем, такой вот у меня сегодня завтрак. Доброе утро, дорогие друзья! Рада видеть вас у себя на канале. У нас утром. Детки сидят, завтракают. Ставила с вечера кашу в мультиварке рисовую. Обычно набираю вот один вот этот вот стандартный мультистакан. Как-то нам вроде раньше всегда хватало. А Степашка сейчас, видимо, к нам подключился, к нам Степашка, к обычной каше. И стала одной порции всегда не хватать. Вкусно тебе? Да. Тоже что-то сопли побежали зеленые. Соня у нас на больничном. Соня лечится. А Степашка, ну, не лечился. Как бы все нормально было. А сегодня вот проснулся с зелеными соплями. Так что тоже начнем лечиться, да? Степка решил кефирчику попить. Соня молочка. Сеня с завтраком определился, решил поесть мюсли. Сеня ест кефиром, потому что молоко ему нельзя. Ну и как-то, в общем, он уже за всю свою жизнь приспособился. Такие вещи есть с кефиром. И сухие завтраки, там хлопья какие-то, и мюсли. Держи молоко. А кашу-то не доела? Кашу-то не доела? Сразу же усы такие молочные. Крошка твоя, держи поближе. Сегодня, наверное, хотела бы помыть окна везде. Также у меня сегодня по плану снять решетки. Посмотрите, какие грязные. Это за все лет столько накопилось, и я их еще ни разу не мыла. Тут грязюка. Погода сегодня на улице вроде бы неплохая. Солнышко прям такое ярко светит. У нас здесь стоят сушица, листы фанеры. Это мы покупали специально для бассейна. Для того, чтобы бассейн поставить. Вот эти листы стелили. Бассейн разобрали. Листы эти Илюша поставил, пока сушится. Ну, мало ли куда-нибудь еще пригодятся. Вещь хорошая. В хозяйстве пригодится. В своем-то доме. Поэтому вот он их просушит. Еще потом куда-нибудь использует. В следующем году они нам не понадобятся. Потому что мы надеемся, что к следующему году Илюша там уже плиткой все выложит. И, соответственно, на плитку мы будем укладывать тогда под бассейн. Не пенопласта. Как этот называется? Забыла. Утеплитель-то. Ну, в общем, вы поняли, который такими квадратами идет. Будем его укладывать. У Сони там на площадке бардак, конечно. Бы как-то бы сходить. Там уже порядок тоже навести. Краска у меня давным-давно куплена. И песочницу покрасить. Но это надо ее сначала всю отмыть. Освободить ее как-то от песка со всех сторон. Потому что она там засыпана просто вся. Помыть, просушить. И тогда покрасить. Это, короче, вообще сложный процесс. Сонь, давай за стол. Так, друзья, сейчас тут была проделана огромная работа. Я уж не стала снимать позорицу. В общем, Степашка пролил у меня чай. И чай палился прямо... Ну, стояла у меня кружка здесь на этом, на морозильном ларе. И чай прямо палился вниз. Поэтому надо было быстренько все достать. Отодвигали диван, отодвигали ларь. Все протирали. Когда отодвинули диван и ларь, там была просто нарния. Там чего только не было. Помимо всякого мусора мы насобирали целую вот такую огромную корзину игрушек. Я забила полностью вертикальный пылесос грязью. Поэтому сегодня, тогда уж раз такие пироги, придется еще и пылесосы, наверное, помыть. Ну что же, продолжаю заниматься домашними делами. И утром у меня обычно домывание какой-то посуды, которая не вошла в посудомоечную машину. Ее я уже загрузила. И сразу же, пока мою форму, вспомнила о том, что довольно-таки часто приходят вопросы по поводу форм для выпечки. У меня их несколько штук разного объема, но все они прозрачные и стеклянные. Часто спрашивают, что за производитель, где такие купить. Практически все формы имеющиеся у меня, это производитель Паша Бахче. Продается везде, и на Озон, и на Валберис, и в обычных хозяйственных магазинах. Даже, по-моему, фикс-прайс под торгового данным производителем. В общем, он достаточно такой популярный и распространенный. Много-много лет на рынке. Еще, когда я жила с родителями, будучи совсем юной, у меня у родителей уже было полно посуды этого производителя. Она качественная, она прекрасно переносит высокие температуры. Есть отдельная посуда для приготовления в СВЧ-печи. Есть отдельно формы для запекания. Но, по сути, у меня есть несколько форм, которые идут именно для СВЧ-печи. Это обычно форма с крышкой. То есть, сама стеклянная форма и стеклянная крышка. Я в них выпекаю, они прекрасно переносят и приготовление в духовке. Но это старые формы, не могу ручаться за то, какие делают сейчас. И также у меня есть одна точно такая же большая стеклянная форма. Именно та, которую я сейчас мою. Она от Фаберлик. Она идет еще такая с пластиковой крышкой. И в ней очень удобно хранить приготовленные продукты. То есть, я ее еще использую и как контейнер для хранения готовой еды в холодильнике. Ну что ж, давайте покажу, что у меня еще пришло с Алиэкспресс. Тут много мелких посылок, всяких было. В общем, вот так вот очень здорово было упаковано защитное стекло. Это я заказала стекло для планшета, потому что, ну, все равно в доме маленькие дети. Мало ли кто-нибудь случайно возьмет, уронит. Здесь идет комплект из двух штук. Ну, в общем, вот такое вот обычное защитное стекло, как для телефонов. Две штуки. Поэтому я думаю, что мне этого на какое-то время хватит. Еще один комплект защитных стекол. Это я заказывала на часы. Не знала, какие взять, поэтому один вариант взяла вот такой. Здесь идет комплект из четырех штук. Также салфетки. Вот такие вот четыре стеклышка. Это такие обычные, довольно-таки тонкие, гибкие. Ну, больше, наверное, даже не от разбивания защищают, а от каких-то микротрещин, от царапин. Я думаю, что для этого. Ну, в общем, я не знала, что выбрать. Не знала, какой мне больше подойдет. Поэтому заказала вот такой набор. И заказала еще вот такую штуку. Вот такой вариант. Это уже идет не просто защитное стекло, а вот такой вот защитный бампер. Давайте померяем сразу же, подойдет нет. Потому что на часах у меня уже есть такие микроцарапинки. И хотелось бы их, конечно, защитить. Слушайте, здорово. Хорошо село. Ну, похоже, конечно, работает, нежели без бампера, без этого. Но работает, в принципе. Так, это у меня с Валберис. Заказали пульт. Не знаю, по-моему, уже третий. Дети постоянно ломают у нас один и тот же пульт от телевизора в спальне. Это такой универсальный. У нас там телевизор LG. Этот пульт подходит под множество всяких производителей. Илюша уже вставил батарейки, уже попробовал. Все нормально работает. Я думаю, что, наверное, мы его не будем доставать из пакета, как бы это смешно не выглядело. Ну, потому что иначе дети его просто снова ушатают за месяц. Они его бросают, он разбивается, отлетает задняя крышка, выпадывают батарейки. Так, мне кажется, меньше шансов, что отпадет снова крышка вот эта вот. Ну, и из приятных мелочей. В прошлый раз показывала вам свой заказ в канцелярии. И вот у меня дошли остаточки. Посмотрите, какие классные декоративные скотчи. Вот их я прям больше всего ждала. Они бумажные, их не обязательно отрезать ножницами. Можно просто отрывать, делать такие, ну, специально неровные красивые края. В общем, для оформления моего планера то, что нужно. Посмотрите, какие красивые. Сразу же хочется открыть планер и что-нибудь там украсить, оформить. Красота. Ну, а сейчас у нас время обеденного сна. И помните, я как-то делилась с вами проблемой о том, что Соня вместе со Степой очень долго не могут заснуть. Последовало вашему совету. И теперь укладываю их раздельности. Пашка спит в детской комнате. Ну, а Соне приходится применять некую хитрость. Включаю ей мультики у нас в спальне. Говорю, лежи, смотри. Ну, и, в общем, пока она лежит и их смотрит, обычно она засыпает. И, в принципе, проблема со сном у нас вот так решилась. Главное, чтобы они просто были в разных комнатах. Но сегодня исключение. Соня сегодня наотрез отказалась спать. Потому что она видела, что я тут занимаюсь какой-то бурной деятельностью. Навожу порядки. А как же без нее? Она же моя помощница номер один. В общем, я отправилась пока в ванную. Загрузить грязную посуду. В сушилку вещи отправить. Ну, и решила, как и говорила, привести в порядок пылесосы. Нужно помыть вертикальный беспроводной пылесос. Нужно помыть робот-пылесос. У меня сейчас есть новый моющий пылесос. Робот-пылесос я не так давно делала вам на него обзор. Но у меня еще есть и старый, которым мы тоже пользуемся. Но уже не на ежедневной основе. Так вот, его тоже давным-давно не мыло. Поэтому надо тоже привести его в порядок. Сначала я взялась именно за вертикальный пылесос, потому что он самый грязный. Это у нас прямо главная рабочая лошадка в доме. Используется он по несколько раз в день. Ну вот реально не соврать, 3, 4, 5 раз в день. В зависимости от того, насколько сильно и часто напакостили дети. Чистить его, конечно, по уму, с такой эксплуатацией, нужно хотя бы раз в 2-3 дня. У меня до него доходят руки, вот именно, чтобы хотя бы просто на сухую почистить, раз в неделю. Ну а так, чтобы помыть, и того реже. Поэтому я не помню, когда в последний раз я вообще его мыла. Сняла с роликов огромное количество намотанных волос. Это у меня такая проблема. Очень сильно начали выпадать волосы. Не знаю, что с этим делать. И, конечно же, пылесос берет все эти тяготы уборки на себя. Поэтому пока почистила валики, пока помыла насадки, разобрала пылесос, достала фильтр. Кстати, именно хепофильтр оказался довольно-таки чистый. Вообще на нем не было ни пылинки. Меня это очень удивило. Ну а остальное все, что можно промыть, промыла. Естественно, что не очень удобно, что сам основной корпус нельзя промыть просто под проточной водой. Хотя это обычно практически самая грязная деталь. Приходится просто протирать влажной тряпкой. Ну и еще насадка для дивана. И вот эта вот основная насадка для пола, ее тоже нельзя под струей воды промывать, потому что там встроен мотор. Вообще, уже спустя достаточно много времени могу сказать, что пылесосом этим очень довольна. Однозначно рекомендую вам его к покупке. Он классный. Он реально хорошо справляется со своей задачей. Мне хватает его мощности, мне хватает заряда батареи. В общем, пылесос классный. После этого перешла к роботу-пылесосу. Его пыталась разобрать, но сломалась заглушечка такая. А для того, чтобы доставать фильтры, пришлось вскрывать ножом. Не знаю, почему она отлетела. Вот язычок, за который доставать фильтр. Придется как-то все равно дальше пользоваться. И вот именно в роботе-пылесосе, конечно, хейпа-фильтр был просто безобразно грязный. Я на самом деле не знаю, с какой частотой их нужно менять. Выглядит он уже не очень. И, наверное, все-таки надо уже присмотреть новый, заменить. Потому что, по сути, если он уже такой грязный, в таком состоянии, наверное, он все-таки уже не очень хорошо выполняет свои функции. Поэтому нужно посмотреть. К сожалению, в комплекте к роботу-пылесосу не шли сменные хейпа-фильтры. Хотя большинство производителей обычно стараются положить хотя бы один, а в лучшем случае даже два. На запас, чтобы как можно дольше этим вопросом не заморачиваться. Но, к сожалению, здесь такого в комплекте не было, поэтому нужно будет искать. КОНЕЦ Ну и пока Степашка все равно спит, решила как раз заняться окнами, помыть окна и снять сетки для того, чтобы их тоже помыть. Очень долго я, на самом деле, откладывала это мероприятие. Не люблю мыть окна, хотя приходится делать это довольно-таки часто. Я помню даже как-то мне, ну, может быть, несколько месяцев назад, полгода назад писали о том, что, Даша, почему ты так часто моешь окна? А я, на самом деле, не люблю очень этого делать, но они постоянно пачкаются. Сейчас, кстати, вот и Соня маленько подросла, и Степашка подрос, и вот эта нижняя часть окон, она пачкается гораздо меньше, чем раньше. Раньше Степашка постоянно облизывал окна, прислонялся к ним, языком там водил, в общем, непонятно, что делал, мордочки свои отпечатывал, поэтому окна были постоянно грязнущие. Сейчас, кстати, слава богу, такого нет, а может быть, это потому, что сейчас не сезон, мы не ходим на террасу особо, на улице уже прохладно, то есть там дети не так часто пользуются этими дверями, и, соответственно, меньше контактируют, в принципе, с окном, оно за шторкой, может быть, поэтому оно более-менее чистое. Я же сегодня решила провести прямо-таки хорошую чистку окна, прямо помыть хорошо рамы, вот эту всю грязь, которая накопилась там в течение долгого времени, в каких-то зазорах все это почистить. И по уму, конечно, вообще нужно было бы так-то достать парогенератор и пройтись парогенератором, чтобы прямо-таки выбить всю грязь, накопившуюся за лето из всяких труднодоступных мест. Но он у меня на чердаке, я сама туда лазить не люблю, для меня это очень страшно и сложно, поэтому, ну, как-то, в общем, я решила обойтись так, влажной тряпочкой. Может быть, после Нового года, до Нового года точно нет, не соберусь силами, проведу какую-нибудь большую глобальную генеральную уборку, соберусь, попрошу Илюшу принести мне парогенератор и прямо-таки пройдусь по всем запущенным местам в доме. Надо будет, наверное, так и сделать. Летом я им не пользуюсь, потому что летом это вообще, мне кажется, техника очень неудачная для использования в жару, потому что, когда пользуешься парогенератором по всему дому, то обязательно сразу же сильно повышается влажность, потому что он выбрасывает огромное количество пара, дома становится сразу же жарко, поэтому это нужно делать все при открытых полностью окнах, поэтому я не люблю им пользоваться летом. Зимой, опять же, тоже все это дело почистишь, дом полностью этим горячим паром наполнишь и придется открывать все окна. Ну, в общем, довольно-таки редко я им на самом деле пользуюсь, хотя вещь хорошая, стоящая, вот хотя бы даже для генеральной какой-то уборки один-два раза в год достать и хорошенечко пройтись по труднодоступным местам, до которых у тебя обычно не доходят руки или ты не можешь физически там добраться туда. Это отличная штука. Ну и после кухни мы с Соней перебрались в нашу спальню, там проделали все то же самое, помыли все оконные рамы, помыли стекла, здесь я тоже сняла сетки и еще помыла уличные подоконники, раз уж у меня доступ к ним появился, потому что прийти и с улицы это сделать, с улицы именно, со стороны улицы именно прийти их помыть, я еще сто лет не соберусь. А так, пока они в доступе, без сеток, сразу же тоже все там привела в порядок. Окна я протираю с помощью фаберликовской тряпочки, специальной для стекол и окон и зеркал, мне она очень нравится, но я ее использую в сочетании с фаберликовским же средством. Слышала такое, что если использовать эту тряпочку, что ее, что гринвейовскую вместе с каким-то средством, то она перестает работать, то есть теряет свои какие-то свойства. Не знаю. Я, во-первых, не особо люблю мыть окна без средства, я пробовала долгое время просто водой, как и положено, да, этими тряпочками пользоваться. Мне кажется, они остаются недостаточно чистыми. Возможно, это какая-то моя мнительность, но вот я люблю проходиться по окнам именно со средством, так, чтобы потом вот пальчиком провел и прямо-таки скрипит все. И тем более, я думаю, что фаберликовская тряпочка должна неплохо сочетаться с фаберликовским средством для стекол, потому что они у них с хорошим щадящим довольно-таки составом. И мне кажется, производителям, наверное, предусмотрено, что они будут использоваться вместе. Вот Степан у нас проснулся. Да, сейчас скажи, буду помогать вам. Сейчас пойдем в вашей комнате тоже окна мыть. Я, я, я все очень... Ты тут все помыла? Я все. Все помыла, да? Молодец. Да, молодец. Ай, нет! Что? Она придут и помыла. Мы ничего, Соня, не поняли, конечно, но мы поняли, что ты чем-то возмущена. Да? Дальше мы отправились в комнату к малышам. Раз уж Степашка проснулся, проснулся. Кстати, сегодня раньше времени. Обычно у него дневной сон довольно-таки долгий. Сегодня что-то как-то он, видимо, понял, что у нас тут бурная деятельность какая-то идет и решил присоединиться. Хотела, в общем, снять сетки, конечно же, еще и в комнате у малышей, но не смогла. Я так предположила, что там, может быть, как-то крепление по-другому установленное или что, в общем, не смогла, не получилось у меня никак, поэтому попрошу это сделать мужа. Он мне их потом отдельно снимет, я их потом отдельно помою. Пока просто пройдусь по самим окнам. Надо бы, конечно, по уму еще собраться тоже и постирать шторы. Очень давно этого не делала, но у нас все шторы в семье всегда снимают Илюша, потому что мне не хватает роста даже со стула. Поэтому это нужно его попросить, чтобы он все эти шторы снял, потом их стирать, сразу же из машинки, пока они не успели подсохнуть, снова просить его их повешать. Но к Новому году все равно нужно будет это сделать в любом случае, потому что шторы не стирала уже очень давно. Вообще раньше у меня всегда, ну как бы по плану моей уборки, по плану чистоты, порядка в доме, было раз в сезон обязательно шторы простировать. Один раз весной, летом, осенью и зимой. Сейчас я это делаю на самом деле крайне редко, признаюсь, стыдно. Ну вот, пока вот так. Поэтому, конечно, к Новому году нужно будет в любом случае снять все абсолютно шторы в доме и перестирать их. А вообще, конечно, по-хорошему, мне очень хочется заменить шторы в спальне. Скорее всего, я буду это делать, когда мы будем делать в спальне ремонт. И очень хочется заменить шторы на кухне, потому что там шторы немного не по размеру, коротковатые. Так, ну в Сениной комнате... Ой, надо у него проветрить, что-то такая духота. В Сениной комнате Сеня окна помоет сам. Он уже парень взрослый. И сетку тут тоже тогда уже заодно папа вечером снимет. Мама, мама, где? Глобус! По чему ты его взяла? Аж Сеня Глобус. Аж Сеня Глобус, да, поставь на место. Лампу ему сломали вчера утром. Он пока спал, они тут к нему завалились, варвары, и сломали ему новую лампу. Не знаю, папа починил, не починил. Не починил? Убирай Глобус. Степа, что у тебя во рту? У тебя там что-то есть. Ну-ка давай. Но, Сеня, убирай свой кубик иди. Уноси его. Фу! Фу, грязный. Он слюнявый просто. Слюнявый. Да, да. Грязный? Да, да. Ну, и отправилась в ванную для того, чтобы помыть сетки. На самом деле, я даже не знаю, как это делается. Предположила, что, наверное, можно просто пройти струей воды, и вся грязь смоется. На самом деле, вот сетки из комнаты малышей были вообще практически не особо грязные. И с них действительно вообще там за пару движений все прекрасно смылось. А вот кухонная сетка. Я так предположила, что все-таки, так как я часто открываю окно, когда готовлю, на протяжении длительного времени она впитывала в себя какие-то, видимо, жирные испарения. И к ней грязь прилипла просто намертво. Я сначала прошлась водой. А потом поняла, что это бесполезно, потому что вся пыль, какой-то пух, какие-то насекомые, они все как будто бы слиплись комками и, ну, просто струей воды не выбивались. Решила помыть ее с помощью обычного мыла, просто мыла для рук. Губкой нанесла, распределила все его. Думаю, может, как-то пеной вся эта грязь выбьется. Но и за счет самой губки все же какое-то физическое воздействие. Нанесла, смыла. Очень была грязная вода, очень грязная. Это, по сути, получается, когда я открываю окно, через это окно ветром к нам вот это все домой обратно несет. Эту пыль, пыльцу и вообще весь этот кошмар. В общем, пришлось нанести второй раз, снова точно так же мыло, снова все распределить, снова смыть, и вот тогда уже сеточка осталась чистая. Так что все, сетки в порядок привела, можно ставить их на место. Степка, ты такой молодец! Степка учится ездить на талакаре. Степа! Молодец! Вот этот вот талакарчик поменьше, ему бы на нем было попроще. Что? Но вот этот ему нравится больше. Хотя он вечно занят Соней. Соня на нем постоянно гоняет. Ты что, еще как? Что за цирковое представление? Степ, на машине так не ездят. На машине так не ездят. Надо, в общем, нам идти в ближайшее время в парикмахерскую. Чего-то делать уже с волосами. Как бы мне не было жалко эти кудряшки срезать, вон уже волосы лезут в глаза. Не знаю, я знаете, что думала, может быть, какую сделать ему стрижку? Сзади все убрать, с боков все убрать и оставить сверху. Ну, такие кудряшки, чтобы были. Ну, я, короче, не знаю, как объяснить, но я так в голове себе представляю, как это должно быть. Как это еще парикмахеру объяснить? Ой, да ладно, не выделывайся. Ну-ка, давай, едь к маме. Ну, молодец, молодец. Рули. Руль-то тебе для чего? Держаться, думаешь, за него? Рулить надо. Классно, как получается. Классно, да. Нет, она сама не поедет, Степ. Кстати, вчера у меня пришел заказ с Валберест. Заказала краску для волос. Тьфу, для волос, говорю. Для бровей. Первый раз в жизни буду пробовать красить сама себе брови, потому что я вообще всю жизнь пользуюсь карандашом и тенями. То есть я делаю сначала контур с помощью карандаша, заполняю тенями, потом прохожу сверху гелем или тушью для бровей. Но я, ну, прям последнее время, я и так-то всю жизнь не особо красилась. Последнее время вообще мне так это не нравится, я вообще краситься не люблю, но брови хочется привести в порядок. Сходила я здесь перед поездкой в салон, чтобы мне там брови сделали. Я не рассматриваю вариант татуажа, вариант какого-то напыления, потому что слышала, что после любой из этих процедур брови синеют. Поэтому я думала, я просто схожу на коррекцию, сделаю коррекцию и покрашу. В итоге, что вы думаете? Мне сделали ламинирование, сделали коррекцию, нанесли краску, и через три дня у меня все смылось. Ну, у меня даже не смылось, у меня проблема с кожей, в плане, что у меня брови шелушатся. И у меня, естественно, вместе с кусочками кожи отпала вся краска. И через три дня, когда мы уже, ну, там, через четыре, когда мы уже сошли с поезда, я уже была опять без бровей. Поэтому, ну, знаете, думаю, 1200 отдала эффекты на четыре дня. Как бы не очень меня это устраивает. Поэтому решила попробовать заказать краску и покрасить сама. Не знаю, у меня проблема именно с коррекцией. Смогу ли я сама себе нормально сделать форму? Но ради одной коррекции тоже идти в салон, как бы тоже не особо хочется. Ну, в общем, попробую скорректировать, попробую сама покрасить. Краска у меня уже пришла вчера, я жду, когда у меня придет белый карандаш. Потому что мне, ну, как неопытному человеку понадобится белый карандаш, для того, чтобы сначала нарисовать. Ты что, специально, Соня, сюда же лезешь? Для того, чтобы сначала нарисовать брови. Сегодня, наверное, Илюша у меня заберет заказ. Там уже карандашик пришел. Заказала еще такую маленькую штучку разводить, чтобы... Ну, такой стаканчик специальный. И буду пробовать красить. Краску не знаю, девочки, какую вы напишите, кто красит сам, какую вы берете. Я что-то по отзывам посмотрела по количеству заказов и определилась вот на это, остановилась. Это какая-то краска производства Объединенной Арабской Эмираты. Ну, по цене она довольно-таки доступная. По-моему, если я не ошибаюсь, здесь около 300 рублей стоила краска, может быть. И как-то так же, по-моему, вот это вот оксид или что это. Я не знаю. Я, конечно, эту краску попробую, но так как я первый раз буду делать. Вот я тебе дала коробочку. Было бы, конечно, здорово узнать, кто вообще чем пользуется. Может быть, какую-то хорошую краску посоветуйте. Может быть, не знаю, что-то более профессиональное нужно или более, ну, там, с лучшим составом. Вот. Не дает мне вообще ничего рассказать, ничего показать. В общем, буду пробовать. Потом, когда меня увидите с какими-нибудь брежневскими бровями, если что, мало ли, вдруг что-то пойдет не так, то вы не пугайтесь. У нас уже вечером. За окном сейчас темнеет очень рано, поэтому очень рано переходим на искусственное освещение. Сразу видно, когда начинается вечерняя съемка. Соня занялась конструктором. Вообще, в последнее время у нее проснулся интерес к этому конструктору. Раньше мы его называли городок. Я так предположила, что может быть нечто подобное есть в детском саду, и они там в такое играют, поэтому она и дома начала чаще им пользоваться. Он у тебя забрал фигурки? Не упадет? Не знаю, если Степа только подойдет. Ты прямо на самом краю собрала. О-о. Как это у тебя поезд? Я думала, дом. А это поезд? Такой длинный. А он у нас. И последняя деталька. Классно, нравится? Как от Степы теперь защитить? Ну, а теперь время готовки. У меня здесь уже, видите, полным ходом идет процесс. Что делаю? Значит, я отварила уже мясо на приготовление рассольника. Буду сегодня рассольник варить, но уже ближе к ночи. У меня здесь отварена перловая крупа. Вот такую в пакетиках варю, потому что она варится быстрее. Отварила сразу же три пакета. Возьму на рассольник, остальное заморожу, чтобы в следующий раз уже не варить. Поставила воду на макароны, залила, приготовила куриную грудку для себя отваривать, и фарш. Буду делать сегодня котлеты. Вообще, на самом деле, я планировала сегодня приготовить скумбрию, но в наших магазинах сельских не оказалось нормальной рыбы, ни горбуши, ни скумбрии, вообще ничего. Поэтому сегодня котлеты из того, что было в морозилке. Как сейчас делаю котлеты? Готовила я в своей жизни их по-всякому. И просто жареные, и жареные, а потом тушеные, и сразу же в духовке запеченные. Сейчас готовлю по-другому, и, как мне кажется, это самый удачный вариант. Во-первых, всегда замачиваю кусочек батона в молоке. Это прямо-таки обязательно, потому что это сделает котлетку вкусной, воздушной, сочной. Иногда вместо этого приема, когда дома, например, нет хлеба, использую натертый картофель. Тоже для сочности неплохо. Но все-таки с хлебушком в молоке получается гораздо лучше. Также взяла половинку луковицы, нарезаю ее мелким кубиком. Я мясо для фарша сразу же прокручиваю с луком, но решила добавить еще немного для сочности. Далее лук отправляю к фаршу. У меня, кстати, фарш свинина, курица. Добавляю соль, добавляю черный молотый перец, добавляю хлеб замоченный в молоке и хорошенечко перемешиваю все до однородности. Далее обязательно нужно фарш хорошо отбить. Прямо-таки отбиваем его до такого состояния, пока он не станет липкий, пока он прямо не будет липнуть к рукам, станет такой вязкий, появятся белые волокна. Можно это, кстати, сделать в планетарном миксере. Мне об этом тоже советовали в комментариях, но мне обычно не хочется марать чашу. Ставлю пока куриное филе отвариваться. Это для себя на ужин я готовлю. У меня как раз закипела вода на макароны. Я добавляю соль и отправляю пачку макарон, пока варится. Так, я что-то забыла, что я куриное филе варю не на суп, и что мне нужен не бульон будет вкусный, а вкусное мясо. Потому что разница в том, что если вам нужен бульон именно вкусный, тогда мясо закладывается в холодную воду. Если вам нужно вкусное мясо, тогда, чтобы оно максимально быстро запечаталось в кипятке, его, собственно, в кипяток уже отправляют. Ну и можно добавить морковку, лучок, прям так целиком стебелечки. Но я ничего не буду добавлять, только соль. Ну и далее формирую котлетки. Беру необходимое мне количество фарша, хорошенечко их еще отбиваю, перекладываю из руки в руку. Далее опускаю в панировку. Мне больше всего нравится, как выглядят котлетки именно круглой формы. Но иногда для экономии места в форме для запекания или в сковородке делаю их такими вот, ну обычной классической формы, продолговатыми. Но круглые мне нравятся больше. Во-первых, они тоньше, быстрее прожариваются. Ну и смотрятся, мне кажется, как-то интереснее. Панировку я тоже предпочитаю именно в виде сухарей. Так котлетки получаются более хрустящие, с такой классной зажаристой корочкой. Но за не менее сухарей, иногда делаю и в муке, иногда делаю вообще просто без панировки, тоже получается неплохо. Но тогда, конечно же, не получается такой хрустящей корочки. Котлетки получаются более мягкие. Естественно, что если я их в дальнейшем тушу, например, обжариваю, а потом тушу, тогда никакая панировка и не нужна. А вот если я их жарю или запекаю, тогда, конечно, панировочные сухари здесь в тему. Сформировала я все котлетки. К этому времени у меня отварились макароны. Я обычно как сливаю. Я дуршлаг вставляю прямо в кастрюлю и пошла сливать. Ничего не надо перекладывать, пачкать много посуды. Ну и потом просто заправляю растительным маслом. Получаются вот такие вот вкусные макарошки. Отвариваю, кстати, их до аль денте. Они еще потом от собственной температуры доходят. Далее перехожу к жарке котлет. Какой, в общем, способ приготовления теперь? Котлетки обжариваю на сковородке. Сначала с двух сторон, совсем по чуть-чуть. Буквально до образования корочки я не готовлю их до готовности. Буквально там 2-3-4 минутки вот корочка появилась, перевернула. Со второй стороны корочка перевернула и со сковородки сняла и отправила их в форму для запекания. В форму для запекания еще добавляю пергаментную бумагу. Во-первых, так они не пригорят к форме. Ну и во-вторых, лишняя влага еще сколько-то впитывается, чтобы они там в соке не плавали. Ну и далее закрываю все это фольгой и отправляю в разогретую духовку. 180-200 градусов на 30 минут. Но опять-таки смотрите и по мощности своей духовки, и по размеру котлет. То есть для разного размера и для разного мяса, может они у вас говяжьи, нужно разное время приготовления. Вот у меня курино-свиные, 30 минут им хватает вполне для того, чтобы проготовиться и при этом остаться очень сочными. Пока котлетки у меня стоят в духовке, я быстренько подготовлю салат. Сегодня у меня опять салат капустный, потому что для Дашули нужен максимально овощной ужин и сытный. А капуста это то, что имеет минимальное количество калорий, но при этом огромное количество клетчатки. И после нее действительно очень долго не хочется кушать. Поэтому капуста для меня лучший вариант на ужин. Тушеную, жареную я никакую капусту не ем, вареную. Поэтому у меня остается вариант только сырой в виде салата. В общем, сегодня какой салат? Капусту я нашинковала и к капусте сегодня добавляю нет ни морковку, как обычно, а свежий огурчик. Свежий огурчик нарезаю такими небольшими ломтиками, ну, чтобы он как-то примерно хотя бы был похож по форме на ту же самую капусту. Отправляю все это в салатник. Далее добавляю сюда баночку кукурузы. Если хотите менее калорийный вариант, то берите без добавления сахара. Ну и заправляю все это двумя столовыми ложками сметаны и обязательно чайной ложкой французской горчицы. Ну, у меня это неотъемлемый ингредиент практически всех салатов. Так что, естественно, горчица по желанию, но я не могу ее не добавить. Ну, и вот такой вот вкусный салат получается. К этому времени у меня приготовились котлетки. Посмотрите, какие они сочные. Я как раз пока накладываю степашки, показываю вам, насколько сочная котлетка. Не очень, правда, передается, но на самом деле вот при нажимании прямо-таки выделяется сок. Она очень нежная, воздушная, мягкая. В общем, получается идеальная просто котлетка. Уже ближе к ночи я все-таки дошла до рассольника. Решила, что надо все-таки его уже приготовить, собраться с силами. У меня уже мясо отварено, бульон есть. Я долила немного свежей воды, поставила пока кипятится. Сразу же подготавливаю овощи. Картошку, морковь уже почистила. Картошку нарезаю кубиком. Мне опять сегодня попалась отвратительная картошка. В прошлый раз мне написали в комментариях, что у меня была вообще кормовая для приготовления винегрета. А сегодня мне попалась очень-очень твердая. Прямо настолько плотная, что я даже острым ножом не могла ее нарезать нормально. Очень твердая. Поэтому я ее с горя пополам, конечно, нарезала. Потом нарезаю лук тоже мелким кубиком. Достала еще контейнер из холодильника. У меня там какие-то остатки лука оставались от приготовления другого блюда. Вообще, если у меня лук остается, я всегда храню его вот в таком пластиковом контейнере герметичном. И то же самое с помидорками делаю. Прекрасно хранится несколько дней. Не заветривается, не выделяет какой-то сок, не портится. Вот 2-3-4 дня вообще спокойно лежит. Поэтому я успеваю куда-нибудь применить, чтобы ничего не выбрасывать. Ну и морковку я, конечно, натерла на крупной терке. Вода у меня закипела. Отправила туда пока картофель. Обжариваю лук. Ну, делаю такую стандартную зажарку. Лук хорошенечко обжарился. Добавляю морковь. И пока нарезаю маринованные огурчики. Огурчики использую свои домашние. У меня есть несколько банок с такими особо крупными огурцами. У меня есть несколько хороших банок, где мне удалось купить или успеть сорвать с грядки мелкие огурчики. Они получаются самые хрустящие, самые вкусные. Но не всегда так везет. И у меня есть несколько банок с довольно-таки крупными огурцами, где прям 4 огурца на банку. Такие огурцы, к сожалению, получаются менее хрустящие. И, ну, немного даже отличаются по вкусу. Поэтому я обычно использую их как раз для приготовления каких-то блюд, потому что вот просто так есть их, но они все-таки похуже, чем мелкие. В общем, я взяла буквально пару огурчиков, но таких крупных, нарезала их кубиком. И когда у меня лук с морковью уже хорошенечко поджарились, добавляю туда огурцы. Обжариваю вместе с огурчиками. Все это совсем немного, буквально пару минут. Ну, и в зажарку я еще добавляю рассол из огурцов, чтобы все это потушилось в рассоле. Также всегда в рассолник добавляю буквально столовую ложку томатной пасты и для цвета, ну, и для вкуса тоже не лишняя. И в это время пока нарезаю мясо. Мясо нарезаю тоже такими небольшими кусочками, чтобы оно хорошо распределилось по супу и в каждую ложку обязательно хотя бы маленький кусочек мяса попадал. Даю всему этому потушиться хотя бы там 3-5 минут, чтобы вкус стал максимально насыщенный. Ну, и добавляю черный молотый перец. Далее в кастрюлю с супом уже отправляю мясо, добавляю перловку. У меня на такую кастрюлю идет где-то пол пакетика, поэтому вот я 3 пакета сварила, мне на 6 кастрюль супа хватит. Ну, и отправляю сюда заправку из лука, моркови и огурцов. Далее пробую на соль, добавляю сколько нужно. Добавляю сюда замороженный укропчик, перец горошком, пару лавровых листиков и супчик у меня на этом готов. Ну, и видео тоже на этом подошло к концу. Прощаюсь с вами до следующего видеоролика. Всех люблю, всех целую. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok